здравствуйте уважаемые друзья сегодня хочу вам рассказать о ламповом усилителе многие на форумах я вижу спрашивают друг друга что можно сделать из лампового усилителя кометы что можно сделать из лампового усилителя яузы можно ли сделать гитарный усилитель из этих аппаратов и так далее ну вот если помните я рассказывал что выменял донора к своему грундику тк-46 ради того чтобы силуминовые рычажки которые у меня в моем экземпляре рассыпались а в том экземпляре они в хорошем состоянии чтобы из двух собрать один вот но единственное условие что хозяин предложил мне чтобы не брать денег я ему из этого грундиков ского усилителя из составных частей собираю все в единое целое и делаю ему ламповый стерео усилитель я с радостью согласился и вот на сегодняшний день уже результат есть результат казалось бы там ничего сложного но по ряду в течение обстоятельств всяких там и болезни вот все ими в этом году переболели не успел до нового года но вот сейчас успел слава богу и могу показать и вам и этому человеку владельцу этого усилителя вот он вот такой вот получился агрегат я его собрал на раскладушке это кусок пластиковой двери закрепил источник питания расположил на нем и собственно модуль усилителя в грундике такая модульная система вот полностью модуль усилителя вместе с трансформаторами вынимается вставляется вот планка контактная на ней на часть лепестков выведена и питание и входы и выходы все казалось бы задача не сложная подай питание соедини провода и все работает но для меня всегда механические работы всегда представляли самую большую сложность но так как тут не было особых требований сказали расположить на любой фанерке а потом они уже сами переставят это в нужный корпус сделают нужные панели поставят добавят индикаторы предварительные усилители и все прочее но я с радостью согласился ну и вот на такой фанерке можно сказать собрал этот агрегат вот гнезда выхода обычные стандартные гнезда входа это какого-то кассетника от яузы по моему 221 входные гнезда оттуда же регулятор громкости это выключатель питания астры это индикатор питания кометы 209 это трансформатор питания кометы 201 это купленный дополнительно дроссель потому что у немцев как ни странно при всей педантичности дроссель они в аппаратуру не ставят наши тоже потом позже отказались но вот в кометах ставили здесь видите у них просто вот вот схема усилителя левый канал правый канал трансформатор трансформатор питание выпрямитель сглаживающий конденсатор и вот и все еще один конденсатор через резистор никаких дросселей позже к этой технологии подключились и наши уже допустим днепр 11 первая модификация был еще с дросселем вторая модификация уже там был просто rc-фильтр astra 2 тоже шла сразу сердце фильтром вот никаких дросселей они утяжеляют конструкцию особого эффекта не дают но считается считается полезным поставить дроссель поставили дроссель хороший мясистенький емкость конденсаторов увеличили в 10 раз по сравнению с рекомендуем по теме что используется в грундики то есть там были десятки микрофарад здесь уже сотни микрофарад провода были выбраны по длине и специального здесь ваговские разъемы все что можно свить бифиляром свивалась бифиляром вот чтобы не было помех и наводок все что можно было экранировать все было экранировано и там тоже бифиляры потому что человек будет уже компоновку делать в корпусе по-своему и запас проводов нужен поэтому кратчайшим путем здесь не велось здесь оставлялся везде видите запасец вот запасец вот запасец такой чтоб можно было это все перемещать в пространстве в принципе лишнее потом не трудно будет и обрезать ну по звучанию ну хороший обычный ламповый усилитель однотактный вот покажу схемку покрупнее здесь стоит елл 80 лампа чем она отличается от 6p14p что это две штуки 6p14p в одном корпусе вот она там торчит внешне она не отличается разрабатывалась специально для двухтактных усилителей или для для стерео однотактных лампа дорогая сейчас она стоит ой ой сколько но в принципе можно сделать тройничок панель переходник и поставить туда воткнуть туда две штуки 6p14 предварительный каскад и cc 83 но пожалуйста тоже как можно поставить 6n 2p только чуть-чуть поправить соколёвочку здесь соколёвочка интересная здесь нить накала со средней точкой здесь да вот здесь вот видите какие они там до 5 9 и и 4 9 в общем получается 4 5 ноги это питание а 9 средняя . ну в сумме 6 вольт два кусочка по 3 вольта получается накал катодная обмотка есть выходном трансформаторе вас 32 тоже было катодная обмотка она используется в отрицательной обратной связи здесь используется регулятор громкости тон компенсации я тоже говорил вам предыдущем видео что не трудно было сделать вот эту рц цепочку и уже тон компенсации подчеркнет вам басы при средних громкостях дальше уже тут шел настоящий темброблок не из по низким по высоким вот но это уже следующая часть глюндика вот а это мы видим то что имеется ну трансформатор питания над трансформатором питания глюндика кто-то сильно поиздевался его изнасиловали вот из него вылезли все кишки все сопли вот потекли видимо или на 127 вольт переключили или где-то было короткое замыкание в нагрузке ну тут даже видно из отверстий из-за всех торчит плавленая пластмасса то есть я его сразу предварительно не стал ставить прозвонил обмотки увидел что обмотки все прошиты между собой бедулька вот и я его отложил в сторонку потому что я знал что у меня есть хороший кометовский транс он поместить и по железу по магнитопроводу он поместить и по диаметрам проволоки в обмотке вот по нагрузочной способности он еще о какой имеет запас тем более что здесь остается без предварительных усилителей он вообще работает в холодке прохлаждаю честь на него нет такой нагрузки которая была изначально вот ну колонки видите колонки у меня среднечастотники средневысокочастотники это системы 2 плюс 1 там сабвуфер у меня валяется под столом басов они не дают вот поэтому я их использую вот сейчас в демонстрационных целях звучат обе системы трио звучит и эти две колонки и собственно магнитофон вот получилось очень неплохое трио если динамики в магнитофоне отключить вот я отключаю у нас остаются средневысокочастотные басов у них нет потому что там есть примитивные но фильтра низкие частоты отфильтровывают вместе с этим вот нашим заслуженным аппаратом кадавриком они звучат очень даже очень даже хорошо так что своими работами предновогодними я уже я могу их считать оконченными сделанный кадаврик сделан и усилитель человеку обещанный теперь можно будет заняться другими проектами ну буду снимать что-нибудь еще буду делать что-то еще буду вам показывать как все ютюберы говорят чтобы не пропустить новые выпуски жмите колокольчик жмите подписку и будете всегда в курсе дела я про этот колокольчик честно говоря сам даже раньше не обращал внимание а ведь действительно если колокольчик не нажать то извещение не приходят приходится каждый раз ручную просматривать нет ли чего нет новенького вот кадаврик вот он наш кадаврик восставший из мертвых наш прекрасный зомбенок кто-то из моих подписчиков мне написала как его назвать если это не яуза и не комета как-то назвать камяуза или как-то еще там я мета хотел ему встречный анекдот рассказать что собрались как-то делать совместное предприятие порш и и заз запорожский автозавод мы думали как будут называть свой автомобиль думали думали придумали так как это запорожец и porsche значит будет называться запоршивец у нас получился такой не зах и не хочу его называть и там камяузой как-нибудь еще пусть будет кадаврик восставший из мертвых по легенде он еще послужит людям каких-то он всего лишь он еще молодой каких-то 60 лет вот так что ему еще жить и жить многих из нас еще и переживет ну надеюсь и усилитель это тоже порадует еще людей вот будет оформлен в красивый корпус добавлены индикаторы добавлены красивые ручки и он еще будет звучать и своим звучанием радовать других все спасибо большое за просмотр до новых встреч в эфире пока